В Аночинском округе 26-летний мужчина незаконно вырубил деревья на крупную сумму денег. В Приморье 22-летний водитель без прав вылетел с трассы и чуть не отправил на тот свет 14-летнюю девочку. В районе, который в народе именуют «Красные казармы», из фуры на дорогу выпали ящики с пивом. На территории участкового лесничества, расположенного в Аночинском муниципальном округе, полицейские задержали 26-летнего мужчину, который занимался незаконной рубкой деревьев. Его уличили в вырубке 10 сырорастущих дубов, 3 осин и 2 белоствольных берез. Ущерб, причиненный Лесному фонду России, превысил 150 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание до 7 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. В районе, который в народе именуют «Красные казармы», из фуры на дорогу выпали ящики с пивом. Вероятно, водитель резко затормозил и груз, пробив стенку контейнера, высыпался на дорогу. Пострадавших в результате этого дорожного инцидента нет, но со стороны Вольно-Надеждинска образовался транспортный затор, который исчез, как только все, потерянное фуроводом, было убрано с трассы. В селе Жариково пограничного округа в результате аварии погиб мотоциклист. Трагедия случилась ночью. 32-летний мотоциклист двигался по улице Кооперативной. В районе 10-го дома не справился с управлением и перевернулся. На нем не было ни шлема, ни другой защиты. И, ко всему прочему, у байкера не оказалось удостоверения на право управления мотоциклом. Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью. По факту аварии со смертельным исходом сотрудники ГИБДД проводят проверку. В партизанском районе автомобиль упал с моста. Ниссан Теида, за рулем которой находился молодой человек без прав, двигаясь из Сергеевки в находку, не справился с управлением и слетел с дороги, а затем улетел с моста. Медицинская помощь потребовалась 14-летней пассажирке легковушки. Она госпитализирована с серьезными травмами. Сейчас ребенок в коме. По факту автоаварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Следственный комитет края разбирается в обстоятельства гибели рабочего на стройплощадке во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Рабочий упал в лифтовую шахту строящегося многоквартирного дома по улице Тополевой 19 июня. От полученных травм мужчина скончался. Идет расследование, назначен ряд судебных экспертиз. Перекресток на Светландской в районе остановки «Цирк» не поделили водители Ниссана Ноут и Тойоты Краун. Как утверждают участники ДТП, обе машины выезжали со второстепенной дороги и обе поворачивали налево. Обошлось без пострадавших. Водители не смогли договориться, им пришлось ждать, пока свое решение вынесут сотрудники ГИБДД. Еще одна авария случилась ночью недалеко от 56-го дома по улице Русской. Водитель одного гибрида, не выдержав дистанцию, влетел с обратом. Повреждения в результате ДТП оба «Приуса» получили некритичные. Авария была оформлена по Европротоколу. Утром жители Никифорова стали свидетелями спектакля одного актера. Некий гражданин, предварительно избавившись от лишней одежды, залез на столб уличного освещения. На просьбы и угрозы своих товарищей он не реагировал, поэтому пришлось вызывать полицию. Причины столь откровенного Демарша неизвестны. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова